Всем привет, с вами канал Простые Технологии. Xiaomi продолжает оставаться топом за свои деньги и даже не думает сдавать позиции. Новый хит от суббренда Redmi уже не за горами, сейчас уже можно многое сказать о том, каким будет Redmi Note 9. Пока в компании хранят молчание о сроках выхода новинки и слишком разговорчивые сетевые информаторы, но учитывая жизненный цикл линейки, можно предположить, что новый бестселлер Redmi будет представлен уже в ямбаре-феврале. Кому-то может показаться, что по два поколения за год многовато, но китайцы из лучшей компании так не считают. Если же наши прогнозы сбудутся, то в России новый смартфон появится уже в конце зимы. Линейка Redmi Note всегда была бюджетной, с одним из лучших соотношений цена-качество на рынке и вряд ли что-то изменится в девятой генерации. Слухи говорят, что стартовая цена Note 9 в Китае будет равняться 240 долларам или 14 с половиной тысячам рублей. Разумеется, модификаций по памяти будет несколько и по цене они будут несколько отличаться. Технические характеристики Redmi Note 9 должны нас не разочаровать. Так, относительно бюджетное устройство, если верить свежим фото инсайдеров, получит отверстие в экране под фронталку. Напомню, начиная с седьмого поколения в Note используется каплевидный вырез. Правда, если судить, все по тем же снимкам, верхняя рамка экрана и глазок камеры будут иметь минимальный зазор дисплея. Кстати, о рамках. Они должны снова уменьшиться, но толщина подбородка все-таки еще сильно отличается от флагманов. Открытым пока остается вопрос о том, на основе какого процессора будет базироваться новинка. Якобы Redmi Note будет работать на новейшем Snapdragon 765. Если это окажется правдой, то станет огромным прорывом для серии в целом, ведь простой восьмерки использовался 665-й Snap, являющийся обновлением не самого нового 660-го. С другой стороны, в базе данных китайского регулятора засветила сертификация некоего Redmi Note 9 Pro. И если проводить аналогию с Note 8 Pro, то вполне возможно, что девятка Pro получит новую платформу от Mediatek, а именно Dimensity 800. Кстати, что процессор от Qualcomm, что от MTK, разработаны с интегральной поддержкой 5G. Так что есть вероятность, что какие-то версии Redmi Note 9 будут работать в мобильных сетях пятого поколения. Ряд источников утверждает, что базовая версия будет относятся накопителем на 128 гигабайт при 6 гигабайтах оперативки. Вериться в это слабо, ведь в восьмом поколении память начинается с 3 и 32 гигабайт. А вот тому, что все версии Note 9 получат поддержку NFC, можно поверить. Вряд ли в новом поколении Xiaomi будет откатываться от успеха, который заслужили бюджетники с возможностью бесконтактной оплаты. Ну и немного информации о камерах девятки. На сайте slashleaks появился интригующий слив. Якобы основной блок камер будет оформлен в стиле Redmi K30, то есть в характерном кругляше. Камер на фотографии можно насчитать 3 штуки, то есть меньше, чем у всех восьмерок. Возможно, китайцы откажутся в новом поколении от бесполезного макро или баке объектива. А как вам Redmi Note 9? Ждете новый топ за свои деньги? Пишите в комментарии и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока!